Казахский государственный академический театр имени Габита Мусрепова приглашает своих зрителей на спектакль «Естайдын Корланэ». В основе истории – любовь Акына Естая и Корлан, преодолевшие все испытания и разлуку. Музыка и слова песен принадлежат главному герою драмы. «Маугли» на сцене алматинского тюза имени Габита Мусрепова – это сказочная музыкальная фантазия, где нужно азартно изображать джунгли не только звериные, но и человеческие. Поэтому спектакль рассчитан и на взрослого зрителя. Изобретательная режиссура заслуженного деятеля Республики Казахстан Жаната Хождеева, выразительное оформление Камилы Курманбековой и хороший актерский ансамбль явно пришлись по вкусу в современной детворе. Сегодня малая сцена русского театра драмы имени Михаила Лермонтова предлагает вашему вниманию комедию Антона Чехова «Чайка». Сам Чехов приступил к созданию «Чайки» с настроением написать что-нибудь странное, много разговоров о литературе, молодействия, пять пудов любви. Пьеса вышла настолько многослойной и многозначной, что за каждой новой открытой дверью словно бы обнаруживается бесконечный коридор смыслов и символов. Жизнь без любви, как земля без влаги. Их души высохли вместе с гибнущими посевами. Как жить? Зачем жить, если знаешь наверняка, что завтрашний день будет как две капли воды похож на предыдущий? Но однажды явится человек с дудочкой и в одночасье изменит мировоззрение обитателей маленькой фермы. «Кто он, торговец дождем за 46 долларов?» расскажет нам спектакль в исполнении труппы русского театра драмы имени Лермонтова «Продавец дождя». Академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова сегодня представляет вашему вниманию спектакль «Жузжилдых Махабад». В постановке отражена история казахского писателя Макжана Жумабаева, основанная на воспоминаниях жены поэта Залихи. В постановке отражены все тяготы Алашардинца, которые он пережил во время репрессии. Автор пьесы – писатель и драматург Дулат Исабеков. Для меня Махжан Жумабаев – это пока тайна. Познать эту тайну, это было очень сложно, и это было очень интересно для меня. И этот спектакль, конечно, вызывает очень бурные эмоции у зрителя. И я хотела показывать здесь поэта, не идеализированного человека, а именно поэта, его любовь, его страдания, его жизненные позиции. Есть его вообще, что такое Махжан для меня, это был очень уникальный человек, который невозможно его ловить с большими странными. Он человек космоса для меня, человек удивительный. Да, он гений действительно для казахской поэзии, он был открытием. После «Абая» он имел огромное влияние для казахской поэзии. Поэтому очень трогательный спектакль. Я делала этот спектакль с любовью, и поэтому я думаю, что получился, конечно, очень интересный спектакль. Это для меня очень важное событие для моей жизни. Поэтому, дорогие мои прекрасные, добрые зрители, я вас приглашаю на этот спектакль. Сегодня в Карагандинском государственном ордена дружбы народов Русском драматическом театре имени Станиславского вы можете увидеть комедию с перчиком в двух частях «Гамлет в остром соусе». Все, кто читал или видел шекспировского «Гамлета», сразу узнают место действия – замок Эльсинор. Хотя основные события, описанные в трагедии Шекспира, здесь происходят на кухне или видны из ее окошка. У поваров свой взгляд на происходящее в датском королевстве. Если у Шекспира в «Гамлете» героев раздирают трагические страсти, то под соусом все персонажи становятся участниками комедии.